привет друзья с вами вами и я продолжаю проходить scholar of the first sin и в прошлый раз я хотел пойти в целдору так что пошли в целдору где она вот она окей и не помню ничего что я собирался делать кроме как пойти в целдору но я помню что здесь было весело в том плане что всякие там солдаты и прочая ересь и свинок нет черт как же так все еще можно все ломать все еще можно убивать крестьян и все еще здесь лежит всяких вам но собственно ничего другого не ожидал рассекающие стрелы все так же 1 удар двумят парами хватает и и свинки есть макей ну тогда все вообще хорошо почему их сабли все еще нет в игре это конечно или возможно она теперь есть в игре можно надеяться наверное скорее всего ее нет в игре я знаю что есть новый двуручный меч и новая коса вроде бы или возможно не двуручный меч по моему двуручный меч какой-то новый меч есть но двуручный меч это не их сабля лучник ау метки еще один сзади ночей лучники метки но им это не сильно помогает сейчас стамина было я зря наверное убил всех свиней потому что возможно все еще нужно их заманить или я убил не всех свиней в общем возможно все еще нужно свинью заманить в в комнату перед фрей по сути чтобы там что-нибудь получить возможно там теперь не кирка хотя скорее всего там все еще кирка если там все еще такая фигня ну не знаю о свинья черт ну эту свинью я никуда заманить не мог бы сундук а нет это мимик почему за что окей я когда начал открывать подумал возможно это мимик стоило его столкнуть но я уже начал его открывать и прерывать его открывание по моему нельзя ну окей теперь я знаю это тот самый мимик который стоял в в гермовской этой локации наверное в котором что там им было жало скорпиона и какой-то кусок брони не помню какой именно там кусок брони а чёрт ну хотя и еще одна попытка и же не метки вал этого не хватило но зато теперь свиньи есть живые и можно будет но не хочу пытаться сейчас одну из них туда подманить потому что вдруг мне там по пути убьют окей я отомстил за себя посох мудрости то есть это тот который был в ауди чтоб в том что был в ауди не был не посох мудрости посох мудрости был в драконем храме что за фигня тут происходит сундука не ясно но с мимиками а это не тот кого я хотел залочить черт где правильно застревайте друг в друга черт ну ладно вроде бы совсем справился жив и все нормально зато я теперь теперь не могу призвать здесь бенхарта или просто потому что с ним не договорил где-то когда-то и не могу его призвать в любом случае не могу его призвать скорее из-за того что я не поговорил с ним после того как я открыл проход но возможно его знак просто перенесли куда-нибудь здесь его больше нет ну сейчас нет хотя бы тут костер нормально перенесли что его не приходится искать пол дня по этим поводкам уже хорошо тут чувак все еще сам себя убивает кто тут теперь ему есть кого убить кроме себя отлично хотя почти отлично отлично было бы если всех четырех немножко неправильно их расположил по моему вас здесь на одного больше чем надо хотя может быть я ошибаюсь душа да кстати отсюда можно было бы расстрелять тех четырех как вариант проще их камнем убить но спереди только на инга плюс наверное все еще да блин почему он выжил осколок титанита который уже абсолютно не нужен большой осколок титанита который немножко более нужен хотя ну пригодится еще один уныл асколок привет паук нет не хочет и это тоже не хочет ладно что если я зажгу вот эту хреновину она мне всегда казалось подозрительной здесь все равно нет и даже никаких теней нету я уверен что я пропустил огромную кучу этих теней которых можно убить и получить них какой-нибудь лут это игрок и это стена и за стеной паук и сядь жрица хотя и раньше его тут не было что это за сядь жрица который из них упс тот который падал в драконьем храме видимо да ну окей но описание я когда-то уже читал этого всего о паук внезапно он все таки решил на меня сагрится ну тут все еще при открытии сундука все это агрится да да и все еще сундук бессмысленный окей я зря это сделал но пофиг но пофиг тут тоже все агрится теперь нет странно и и и Прочую подобную хрень. Пока не ясно. Возможно. Или, возможно, они теперь ничего не дропают. Ну, окей. Остался только босс. Этот паук тоже не согрелся. Упс. Это было плохой идеей. Ммм, призвать, что ли? Ну ладно, пусть будет. Ну тут ничего особенно не изменилось, черт. Ау. Хотя и... Не позволю поставить авиашку. Кусок титанита все еще наградой. И все еще нифига здесь. Очень хорошо, да. Ну окей. Треснувшая красное око. Хм, по-моему, тут не оно было раньше. Хотя я точно не помню, что здесь было. И было ли там вообще что-то. Чувак, у тебя тут пауки. Мау, щит клирика. Окей. Все еще продаются от жреца. Все еще продают эти кольца. Все еще продают эту хрень. И куча взглянаний. Ладно, мне это все не нужно. Я не грешаю. Ура. Ну окей. Знак чей-то. Игрок. Нет, здесь я призывать игрока не буду. Перед боссом, может быть. Он сагрится, когда я подберу предмет. Нет. Нет. Какие-то тут не агрессивные пауки. Удивительно. Это не то, что я пытался сделать. Слишком много всякой фигни здесь. Знак призыва. Пятно крови. Просто знак. Костер. А я случайно сделаю атаку в паште. Стоп, они боятся огня. Видимо, они боятся огня. В оригинале они не боялись огня. Я точно это проверял. Потому что я думал, что они будут бояться огня. Учитывая, что там лампа эта прямо перед пауками стоит. Ну окей. Вообще круто. Нет, я щрица не делаю этого. Окей. Это делай. Застревай в кувшинах сколько хочешь. Главное, с обрыва не прыгай. А, я случайно убил паука. Я хотел на нем протестировать боя от седания огня. А, нет. Не закрыть дверь. А Пейта с Крэйтоном здесь нет. Возможно, я где-то с кем-то из них не поговорил. Или, возможно, они теперь просто не здесь. Факел. Ещё одна ящерица. Эти боятся огня? Нет. Не похоже. Ну ладно. Пока что я не хочу здесь спрыгивать. А всегда забываю, как правильно проходить целый двор. Потому что здесь куча разных мест, куда можно спрыгнуть. И, наверное, есть какой-то оптимальный маршрут. Типа там сначала спрыгнуть в одну сторону, потом спрыгнуть в другую сторону. Но я его не знаю. О, отсюда убрали запилайн. Как теперь туда попасть? Видимо, не так. Но хотя бы этого не хватило, чтобы меня убить. Нет. Иди нафиг, маг. Да, блин. Ящерица взрываюсь уже. Или не взрываюсь уже. Ладно. Раз мне дверь открыли, я сюда зайду. Чёрт. А, это тот чувак, который раньше вторгался в крысиной локации. В той, которая... В той, которая... Почему я забыл, как она называется? В общем, где я в прошлый раз был. Двери Фарресова. Ну, или, по крайней мере, там кто-то с двумя авелинами вторгался. Эти пауки всё ещё дамажат при смерти. Ну, не пауки, не кроморфы. Из Детспейса. Потому что похоже. А теперь Робки Рэй. Пауки что-то всё ещё дропают. Посмотрим, цвай это или нет. Ну, да. Цвай, наверное, они тоже всё ещё дропают. Попал всё-таки. Теперь всё, что здесь творится. Чувак, перестань здесь твориться. О, этот упал вниз. Вообще офигенно. И кто-то ещё сверху стрелял или нет? Сверху никто не стрелял. Окей. Нормально. И пауки действительно боятся огня. Ммм, туда нельзя вот отсюда перепрыгнуть. Видимо, нет. Поломку оружия, конечно, хорошо пофиксили. Оно вообще почти не ломается. У меня, правда, кольцо стоит. Но я могу, наверное, его снять. И поставить вместо него... Я понятия не имею, что. Не знаю, с золотым змеем для большего дропа. Это всё ещё не открыть с этой стороны. Так что я туда сейчас не попаду. Но зато я попаду сейчас сюда. Что она продаёт? Всё то же, что и раньше. Ну, мне пригодится нож мясника. Потому что он хороший. И он топор. И я могу его немножко прогрейзить заодно. Окей. Аскейлинг от силы. У меня есть топор гермов. Но он, по-моему, не очень удобен по муфсету. Он примерно такой же, как большой топор. Вот полукруглый топор у него повеселяет муфсет. Но у него магический урон, так что нафиг. У большого топора бандита, по-моему, такой же, как у него. Ну или близкий. В общем, это быстрые двуручные топоры. Если я возьму... Если я возьму, например... Топор гермов, то он... Такой вот очень медленный и недлинобойный. Полукруглый. Он не на плече его персонаж держит. И он ближе к, не знаю, калибардам. С широкими и более быстрыми ударами. И топор бандита, он... Похож по муфсету, но он короткий. В принципе, у больших топоров довольно уникальный. Хотя нет. Не довольно уникальный муфсета. У них есть вот этот тяжелый муфсет, который у большого топора. У секери черного рыцаря, у топора гермов, который с плеча. И более легкий, который... Ну, у этих у двух отличается. Полукруглый одно, топор бандита другое. Что дамаговая? Топор мясника дамаговая. Тогда так. Силовая. О, с прыжком. Весело. И он еще и жизнь восстанавливает при паданиях. Двуручная, горизонтальная, удобно. И двуручная, силовая. Ну, понятно. И после нее вертикальная. Нормально. Сойдет. Но, черт, оно не давало водиться. Или мне не хватает статов. Наверное, мне не хватает статов, потому что 25 силы требует. А у меня силы всего лишь 40. А надо больше. Наверное. Ну, зато это повод ходить с факелом и с топором. Паук спрыгивает оттуда. Паук не хочет спрыгивать оттуда. Ау, они должны бояться огня, а не напрыгивать на меня. Какого черта? Ау. Перегрузка. Ну, вот так. Все равно я их не могу удалить. А, откуда ты взялся? Непонятно, откуда он взялся. Хм, а неплохо оно так хилит. Никогда раньше не использовал этот топор. Он приличный кусок жизни мне восстановил за удар. Так, нет. Работают на это огненные бомбы, я не помню. Да. Если ставить вплотную, это дамажит. Но поскольку я не завершил квест Паита и Крейтона, то у меня нет ключа для второй двери. Увы. Неплохо, ау, ау. Идите нафиг. Забавно, что они до этого стояли на этих шапах и не получали урона вообще. Вообще офигенно хилит. В первом дарте этот топор, по-моему, хилил по 5 хп за удар. Здесь он очень прилично восстанавливает. Ну, окей. В другой стороне никакого лута. Нет. Тут все еще миллион пауков. Но они боятся огня. Да, блин. Они настолько боятся огня, что я не могу их догнать, нормальные убить. Это проблема. Душа героя золотая смола. Окей. Является ли это каким-то намеком на то, что Фрейя уязвима к электричеству? Я не помню, уязвима ли она к электричеству. Или вообще к чему-то. Ясно. Нет, без кольца довольно... Этот топор, по крайней мере, довольно быстро ломается. Привет, чувак. Окей, он не попал. Нет, не лечись. Ну, учитывая, что он здесь, и что здесь кости возвращения... Да, возвращения. И это тот самый фантом, который... Ее где-то уже призывал, по-моему. Ладно, пусть будет. В общем, этот фантом, он как бы намекает на то, как достать кирку. Потому что у него кирка и свиной щит. И он теперь здесь расположен, в этой же комнате. И там кости возвращения, это... Подсказка, по-моему. По поводу того, что стоит сюда подманить... Свинью. Ну, или я не знаю. Я не думаю, что она мне сильно поможет против... Фрейи. Почему нельзя сжечь паутина? Наверное, потому что тогда отсюда спуститься не получится. По-моему, тут немножко как-то изменилось все в плане паутины. Хотя, возможно... Нет, наверное, я туплю просто. Ну, окей. Или все-таки изменилось? Я не понимаю. Ну, ладно, это не важно. Я, по-моему, чуть ли не с самого начала видео бегаю с факелом. А его только больше и больше становится во времени. А, нет, я промахнулся. И его не хватило, чтобы восстановить меня жизнь. Паук, прыгай. Ну, блин. Я хочу на них жизнь восстановить, а она их убивает. Это не честно. Этот чувак все еще здесь. И все. Ну, робфовый Рэй можно было еще до этого призвать. Но я оттуда как-то ушел немножко. Ну, окей. Поехали. Ладно, пофиг на заставку. Наверное, стоит его оставить, факел. А, черт. Окей. Стандартная тактика дождаться лазера, отбежать на другую сторону и промахнуться. Проблема в том, что у меня два фантома, которые будут отвлекать босса и не давать мне использовать стандартную тактику. Но хотя лучница, она может дамажить босса, независимо от лазеров и прочей ереси. Матяй. Я зря здесь нахожусь. Так долго. Окей. Окей. Хватит прыгать, хрень. А, нет, я не хочу здесь быть. Ну, к счастью, фантомам, похоже, пофиг ее кислота, которая ломает эквип. Ну, NPC фантому, естественно. Людям, фантомам, не пофиг будет. Ау. И мне тоже не пофиг. Мне топор почти сломала этим. Порошок где ты. Черт. Ура, порошок. Да, блин. Бойт очень сильно мешает. Лучница норм. Она вдалеке стоит и сейчас отстреливает пауков, а иногда отстреливает фрейл. Это полезно. А Бойт не вдалеке стоит. Он стоит прямо перед фреей и заставляет ее постоянно использовать какой-нибудь спам чем-нибудь. Из-за которого к ней не подойти и не ударить. Ну, ладно. Пофиг. Все равно норм. Нотяй. Все еще ключ. Ветка и кольцо тьмы. Хм. Бывали здесь раньше ветка? Ну, это не важно. И тут теперь нет Венгарова. Потому что он теперь ездит в другом месте. И тут теперь есть вот эта хрень. Потому что она тут должна быть. Ветка и кольцо тьмы. Ветка и кольцо тьмы. Ветка и кольцо тьмы. Ветка и кольцо тьмы. Продолжение следует... Ну окей. Теперь стоит потратить 60 тысяч душ. 60 тысяч душ это всегда хорошо. У меня есть такая хрень? Нет, у меня нет такой хрени. Окей. Тогда просто куча уровней. Куда именно куча уровней? Не да, кучу это всего 4. Ну это увеличивает мой урон немножко. И возможно это позволит мне дуалвилдить. Возможно они просто не дуалвилдятся друг с другом. Ну ладно. Так, что еще? Мне не нужно обградить никакой эквип. Ну пойду возьму костер хотя бы там. Который я не взял. В целом доле. Что у меня сломано? А, ничего у меня не сломано. Эта хрень, что ко мне не могут инвадить, видимо. Она выглядит так, как будто у меня что-то сломано. И я бы не удивился, потому что я попал под кислоту Фреи. Которая очень хорошо делает что-то с Оманом. Ну я могу просто вот так спрыгнуть. Сойдет. Белый капюшон полого мага. И урна молнии, и... Я не помню, можно здесь спрыгнуть или нет? Проверим? Можно. Без проблем. И тут теперь еще больше пауков. Нет, чтобы убрать пауков от костра, где они мешают его юзать. Вместо этого они еще больше поставили. Ну ладно, бывает. Так, если я поднимусь вверх, смогу я куда-нибудь еще попасть отсюда? Возможно, я смогу допрыгнуть до еще одной хрени. Ну, вниз я смогу допрыгнуть. Ну, вверху тоже что-то есть, да. Теперь... Точнее, не теперь здесь, здесь все еще осколок Фреи. Он тут и раньше был. Возможно, у него там еще что-то мелкое и бесполезное лежит, но мне как-то все равно. Он меня почти убил. А если я поднимусь обратно вверх, таким вот способом... Сегодня я точно не буду туда везти эту свинью, потому что это очень долго и скучно. Но тут есть еще пара мест, где я не был. Во-первых, вон там. Смогу я отсюда туда допрыгнуть. Вполне. Большой осколок титанита и... Э, черт, нет. Не попал. Ну, туда и отсюда нужно было прыгать вообще. Десять тысяч, да уж особой роли не играют, так что... Хрен с ними. Отсюда, возможно? А, нет. Отсюда. Да, именно. Еще обломок титанита и мерцающий титанит. И теперь... Где мои кости? Потому что мне снова нужно быть наверху. Здесь еще что-то есть. Большой осколок. Здесь ничего нет. Окей, проверил. И последний это... За той дверью, где Пейт и Крейтен должны быть. Там еще можно спрыгнуть куда-то. Ну, то есть, возможно, это не последнее, но это последнее, что я помню сейчас. Почему их здесь нет? Пропустил ли я где-то с ними какой-то диалог? С Крейтеном я же вроде поговорил в прошлый раз. Где я его нашел? Или я с ним не поговорил, а просто пробежал мы в него? Потому что такое тоже возможно. А, почему я ударил не в ту сторону? А, черт, почему здесь еще один? Это их атака при смерти. Как я ее ненавижу. Да, блин. Мне никогда нормально не получается туда запрыгивать. Южное ритуальное кольцо плюс один. По-моему, оно уже здесь и было. И выход обратно. Ну, окей. Ладно, Пейтен с Крейтеном и Венгару я в следующий раз, наверное, проверю. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока.